Как сегодня на Украине. Не украинский народ, чей-то враг. Это шесть президентов, преступников. Кто они? Значит, вот как его? Кравчук, Кушма, Ющенко, Генукович, Порошенко и последний негодяй Зеленский. Ходят, попрошайничают везде. Живут в формате иззевенцы. Нахлебник, дармоеды, захлебетник. Стыдно. Бегать и просить. Дайте, 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 дайте. Такими сделали коммунисты все народы нашей страны. Захватили власть. Все в их руках. А народ, иди, стой, проси. Что-нибудь, может быть, кто-нибудь тебе даст. Мы не стали голосовать за договор о дружбе с Украиной. Ну и что, получили? 24 года прошло. Порошенко порвал ваш договор о дружбе. Это ли не позор? Посла России убили в Турции. Это ли не позор для нынешней власти? Задерживают на границе граждан России по наводке украинского КГБ. Это ли не позор? При нас бы такого не было. Потому что надо уметь воздействовать, уметь так говорить, чтобы коленки дрожали у тех, кто имеет намерение как-то напакостить России. Они трусливые все. Они все проигрывали. Турки проиграли все войны с нами. Немцы проиграли все войны с нами. От Чудского озера до Берлина. Французы проиграли навсегда. Никогда уже не будут воевать. И американцы проиграли в Кабуле навсегда. 31 августа. Все. Они проиграли талибам, которых готовили, вооружали против нас. А талибы повернули оружие и Аль-Каида против Америки. Вот в чем их полный провал. Они хотели по нам нанести удар. А народы мира по Америке нанесли удар. Америку все ненавидят, а не Россию. Америка везде проигрывает. Америка везде мошенничает. А мы слишком добрые, слишком открытые, слишком чистосердечные. Чего в Америке не избрали молодого? А Байден? 80 лет скоро. Чего конгрессом в США руководит мадам Пелоси? 80 лет. Чего Трамп был мой ровесник? Чего там нету молодежи? А где молодежь? Вот Франция, Макрон. И что происходит? Стреляют каждый день. Австрия, канцлер, молодой. И что происходит в Австрии? Полный бардак. Германия порядок. Канцлер, Неркель много работала. И вот. Поэтому это вот дурацкая позиция. Мы новые, мы молодые. Вы идите и работайте. Делайте что-то. А в наглую из сержантов маршалы проскакивать это нельзя. Вот реальный вклад. Понимаете? И мы это делаем по всей стране. Поезжайте в Брянскую область. Округ Пайкин, Борис Романович. Конфетку сделал. Люди просятся в его округ жить, чтобы там получить спортивные сооружения. Площадки там себе. Игровые центры. Музыкальные центры. Ну, это же только. А посмотрите, Жигарев. Конфетка Щелковский. Избирательный опыт. Он приезжает туда, люди выходят, кланяются. Сергей Александрович приехал. Все, что можно, он там делал. Чернышова знают в Воронеже до сих пор. Наш Монахов тоже. То есть, мы согласны, чтобы реальными делами что-то доказывать делать. Но орать, что они вот придут, новые. Программа, посмотрите, их новую. Все переписали у ЛДФ и у других партий. В чем же новизна, господа? В чем новизна? Я понимаю, возврат к монархии. Что-то новое. Появилась монархическая партия. Или коммуна новая. Не парижская, а сибирская коммуна. Все взято из программ других партий. И они новые. Новые, потому что тупые. Пока не знают их уровень развития. Справедливая Россия вообще. Мусор собирается всей страны. Черкова воровка взяли к себе в Думу. Значит, Ставрополя жулики, мы их выгнали, стучили к себе. В списки по всей стране собирают тех, кого выгнали. Даже Единая Россия не гушается. В любой стране мира, все мы поняли, 14 партий, 11 подставок. Фальш, убираем все. Остается три. Коммунисты. Кровавый террор до сих пор идет. И, так сказать, это группа мошенников. Справедливая Россия. Где партия? Партия нет. Мы не являемся партией какого-то класса. Не являемся партией какой-то революции. Это не нужно. Демократия. Выборы. Вот эти катки, круглые столы. Учитесь. Развивайтесь. И каждый свою небольшую часть счастья получит. Не надо обманывать, что завтра все будут жить в изобилии. Изобилие невозможно. Воды не хватает. Продовольствия не хватает. Но у нас хватит. У нас всего много. Поэтому мы, та партия, которая уже внесла тысячи законов. Часть из них приняты. Но все наши дети грамотно и знают, что закон любой принимается большинством голосов. Большинство только у Единой России. У ЛДПР 40 кнопок. Не 200, а 40. Мы, как бы мы ни старались, мы не можем заставить депутатов, у которых 300 кнопок, проголосовать за наши законы. Сегодня на Украине. Не украинский народ чей-то враг. Это шесть президентов, преступников. Кто они? Значит, это вот как его? Кравчук, Кушма, Ющенко, Генукович, Порошенко и последний негодяй Зеленский. Ходят, попрошайничают везде. Живут в формате иззеленцы. Нахлебник, дармоеды, захлебетники. Стыдно бегать и просить. Дайте, 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 дайте. Такими сделали коммунисты все народы нашей страны. Захватили власть, все в их руках, а народ, иди, стой, прости, что-нибудь кто-нибудь тебе даст. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!